МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорят, варикоз начали лечить еще в Древнем Египте. И тамошние целители использовали для этого полоски сырого мяса, кожу лягушки и даже ослины навоз. Надо сказать, что помогало такое лечение не всегда. Впрочем, тогда же в глубокой древности были заложены основы другого метода лечения варикоза, который используется и по сей день. Флебоктомии. Через разрез вена удалялась с помощью специального крючка. Но это было достаточно болезненно. И надо сказать, что сегодня медицина шагнула далеко вперед. По определению, варикоз или варикозное расширение вен – это увеличенные, выступающие над поверхностью кожи вены, часто с узлами, порой больших размеров. При этом человек испытывает и физический, и часто моральный дискомфорт. А если ситуацию запустить, могут возникнуть серьезные осложнения. Современное лечение варикоза – это скорее не операция, а процедура. Склеротерапия, прижигание пораженных вен с помощью специального препарата, минифлебоктомия, удаление варикозных вен с помощью специальных миниатюрных крючков или лазерная коагуляция проходят практически безболезненно и, выражаясь медицинским языком, позволяют существенно сократить время реабилитации пациента. Говорят, когда древние эскулапы проводили манипуляции, флебоктомию древнюю на венах одному из древнеримских полководцев после операции на одной ноге, от операции на второй ноге он отказался, сославшись на то, что лечение хуже болезни. Сегодня все иначе. За полтора часа пациентке предстоит провести манипуляцию на большой, на малой вене, минифлебоктомию, и уйдет она из этого кабинета на своих двоих. Мы с вами в медицинском центре «Флеболог», который сосудистый хирург Владимир Денисов основал в 2013 году. За это время в клинике прошли обследования более 25 тысяч пациентов. Более 10 тысяч человек избавились от варикозной болезни и вновь ощутили радость движения. А вы всегда хотели людей резать, вскрывать, зашивать, вот этой хирургией заниматься? 10 класс 72-й школы, Нелли Ивановна Торбеева, моя первая учительница, Александра Петровна Шестакова, мой классный руководитель. И потом попытка поступить в железнодорожный техникум, и они меня не взяли по причине того, что у меня недостаточно был балл, то есть они говорят, приходите сдавать экзамены. Я говорю, нет, я пойду в 10 класс. И мой дядя Вениамин Дмитриевич Свистунов, он психиатр. И он мне говорит, ну, ты куда пойдешь учиться? Я говорю, я, дядя Вени, не знаю. Он говорит, однозначно в медицинский. И вот так, с легкой руки Вениамин Дмитриевича, да, то есть родители у меня, моя мама Вера Петровна, бабушка Надежда Андриановна, конечно, они не были против того, что я выбрал медицинский институт. И вот я потихоньку пошел, сдал экзамены, и на общих основаниях был зачислен на лечебный факультет медицинского института в 1973 году. Потом главный хирург города Владимир Николаевич Перепелицын, он мой земляк, мы вместе с ним родились в городе Ейске, он мне помог стать сосудистым хирургом. И так в воле судеб я попал в отделение, которое направлял Сергей Германович Суханов. То есть заведующий отделения Сергей Аркадьевич Красильников, а вообще доцент был доктор Суханов. Я считаю, что это достаточно, конечно, хорошая школа. Не просто хорошая, отличная школа, да, то есть когда ты понимаешь, для чего ты работаешь. То есть ты работаешь для того, чтобы людям больным стало лучше. Что касается резать и оперировать людей, да, этим занимается мой друг Ильдус Султанович Мухаммадеев, доктор наук. И он мне очень хорошо помогает. И самое главное, что в настоящее время мы ведь никого даже не... У меня даже нет скальпеля в операционной. И мы все делаем через проколы. Через проколы завариваем лазером больную вену. Через проколы завариваем вариксы. Через проколы завариваем вены, питающие перфорантные вены. После процедуры в большинстве случаев у пациента на следующий день буквально только желтое пятно на фоне бывшего варикоза. И через неделю все это проходит. И, конечно, когда на ноге висят грозди венозные, да, то есть и через неделю уже совсем другая картина, конечно, это мне очень нравится. Продолжение следует... Йога или кофе или еще какой-то ритуал. Что помогает и помогает ли настроиться именно на работу? Наверное, настрой у меня существует внутри. И я искренне вообще просто не понимаю людей, которые не хотят и не желают работать. Да? То есть и вот это кипучее вот это движение жизни, вот это желание работать, оно было всегда. Да? То есть когда я приходил к Сергею Герновичу, говорил, Сергей Гернович, давайте делать кандидатскую диссертацию. Он говорит, Володя, подожди, ты еще не готов. И вот это не готов, да, то есть это что-то сделать полезное для общества, да, оно было во мне всегда. И когда я посмотрел оперу «Пергюнт», я вообще был в шоке. Я был в шоке, потому что бесцельно прожитые годы, да, это, конечно, это трагедия. У нас программа же про профессии, в первую очередь, и, условно говоря, есть хирурги с именем, понятно, что там все по-другому. Но когда-то приходилось всем начинать, и сейчас людям приходится начинать. Были периоды, когда в государственную медицину, еще совсем недавно в нашей истории, уходило из наших медицинских вузов ровно ноль человек. То есть все там куда-то в частную медицину шли. Сейчас, на ваш взгляд, сложно начинать? Человек выпустился из медицинского университета. И дальше что? Вот начинается процесс его становления врачом на этом этапе. Материальная составляющая, поиск места работы. Есть сейчас возможности, с вашей точки зрения, проявлять себя? То есть вообще работа как врача, так и учителя, да, то есть работника музея – это работа бюджетной сферы, да. И когда человек заканчивает институт и получает, к примеру, ординатуру, и не получает зарплату, работая два года, да, то есть для меня это непонятно. Как должен жить ординатор молодой, у которого уже вполне возможно есть жена, да, уже есть ребенок к 26 годам. И здесь, я думаю, что, наверное, эта задача достаточно большая задача и проблема для государства, когда начинающий специалист получает меньше, чем рабочий на заводе, да. Я не умаляю значение тех людей, которые стоят у станка и производят необходимую продукцию, да. Но здесь же ответственность совсем другая. Здесь ответственность совсем другая. Здесь мы отвечаем, врачи отвечают за жизнь человека, да. Учителя отвечают за будущее человека, работники музеев, допустим, отвечают за внутреннюю составляющую человека. И все это вместе, конечно, накладывает определенный отпечаток на общество. Шапочка правильно называется, наверное. Она тоже достаточно яркая, такая веселая. Это отличительная черта профессии. Многие ли ваши коллеги тоже позволяют себе такие яркие вещи какие-то? Хирургическая шапочка – это такой достаточно интересный прикол, да. И когда там можно куда-то поехать и купить себе веселенькую шапку, да, и подарить эту шапку кому-нибудь там, и дарить коллегам такие аксессуары – это все, как всегда, конечно, прикольно. Потому что, ну, что такое фонендоскоп, да? Ну, это уши врача, а шапка – это что? Это как знамя, это как флаг, да? Давайте абсолютно практический вопрос. Вот сейчас, к примеру, там, кто-то из наших зрителей стоит перед выбором профессии. За и против вашей профессии, если, к примеру, сын ваш пошел по вашим стопам, вот вы ему какие называли плюсы и минусы профессии, с чем ему придется столкнуться? Здесь ведь все достаточно просто, да. У генералов сыны – генералы, да. У судей – судей, да. А у меня сын – врач, да. То есть у меня и старшая дочь, тоже она врач. Единственное, что она врач – ветеринарный, но, тем не менее, да, то есть все пошли по медицинской эстезе. И жена у меня тоже врач. Врач – это ведь циничный человек, да, то есть почему он циничный? Потому что он знает, что такое смерть. А хороший врач – это ведь не только врач, который знает очень много, да. Хороший врач – это в первую очередь человек, который понимает больного, понимает пациента, и он знает, что ему, как ему помочь. Непонятно, из кого получится хороший врач. Отличный доктор может получиться из человека, который учился на первых курсах на тройбаны. И из пятерочника может никого не получиться, да. Потому что здесь не только играет значение знания, которое ты имеешь, а имеет значение то, как ты работаешь с пациентом, понимаете. Хотя для хирурга, конечно, руки – это главное. Если руки растут из жопы, то, конечно, это хирург уже никакой. Ну, вообще, наши доктора Наталья Юрьевна и Елена Михайловна, да, то есть они пришли ко мне работать сразу после университета. Были, конечно, определенные моменты, когда я там немножко расстраивался. Ну, я расстраивался чуть-чуть, да, потому что, несмотря на то, что, может быть, я и плохой учитель, да, но самое главное – они научились хорошо работать. По различным исследованиям признаки варикозной болезни имеют до 89% женщин и до 66% мужчин из числа жителей развитых стран. К 50 годам каждая третья женщина и каждый десятый мужчина имеют варикозное расширение вен. К 70 годам численность страдающих варикозом женщин и мужчин удваивается. А значит, констатируем, без работы в 21 веке флебологи точно не останутся. Это была «Раскадровка» – программа о кадрах, которые решают все. Расскадровка